Привет, добро пожаловать обратно на мой канал, меня зовут Антонес, это моя мама Анжелика. Здравствуйте. Каждую субботу на этом канале мы гадаем на интересных публичных людей, это очень многим нравится, поэтому давайте сегодня разберем интересного персонажа. Если кто, кстати, хочет пообщаться с мамой, я обязательно оставлю телеграмм ассистента моей мамы Екатерины, вы всегда можете связаться с ней и пообщаться. Такого сегодня гадать будем вам? Ну, говорят, очень многие на Навального. Очень просят погадать на Навального, на самом деле. Мы редко гадаем на политиков, обычно это какие-то персоны из шоу-бизнеса, но люди просят. Интересно на самом деле, потому что трагическая судьба, человек сидит в тюрьме и, видимо, сидит надолго. А надолго или нет, давай пообщаемся, погадаем на картах и посмотрим. Алексей Навальный. Алексей Навальный, мэн. Что у нас на среде? Подвешенный у нас на одном срезе, а на втором срезе у нас луна. Вон оно как. Ложно подвешенный. В смысле, ложно подвешенный? Его не должны были подвешить. Нет. Так, в неопределенности. Он сам это предвидел, и как будто бы внутри он был с этим согласен. Ну, окей. Почему ты так прочитала? Ну, потому что за правую ногу висит. Если за левую ногу... А если за левую ногу висит? Да. Во французской школе Таро за левую. Это неудобное положение у него. Что сейчас происходит? Что сейчас происходит, мы знаем. Что сейчас происходит, мы знаем. Причем он находится? Причем он находится? Давай так. Сложный персонаж. Сложный. Четверка кубков. Всегда спрашивают про твой расклад. Твой расклад достаточно простой расклад. Таро, как ты считаешь, вот это твоя левая сторона, это что? Это что есть на самом деле сейчас? Правая сторона. Это нежелательная. Сверху. Голова. Внизу. Ну, это я понимаю ноги. А что это значит? В голове, это что в голове, о чем думает, а в ногах? То, что уже растоптал. И посредине всегда на сердце. Да. Он почему-то ждал летом какой-то добрый вестик, как будто бы что-то должно было произойти. Он уже настолько устал. Он сейчас стал недовольно пассивный. Недовольно пассивный. И уже если даже что-то и будет, он это не воспринял. Отшельник. Его все оставили, его все бросили. Он думал, что за ним кто-то, кто-то пойдет, а он остался вообще одиночка. А ты не думаешь, что он ищет путь? Или это не так читается в данном контексте? Это вообще отшельник. Он сейчас отшельник. Отшельник. Так и есть. Он сейчас отшельник. И такой не белый, черный, а такой он как-то сглаживает эту ситуацию у себя. У него депрессия. Ну, подожди. Башня. Это вот если есть худшая карта в колоде, это башня. В голове у него сейчас то, что он сам себя разрушил. Он это сейчас понимает. Он сам себя разрушил. Да. Вернувшись. Это же возврат. Угу. Вернувшись, он сам себя разрушил. А в ногах у него дурак, нулевая карта, нулевой аркан. Интересно. Ну, может быть, он себе и считал, что он при короле. Это шут при короле, которому якобы можно всё. Но, видимо, он какую-то грань перешёл. Он думал, что ему можно всё. И то, что он сейчас думает, что он себя разрушил, и то, что ему можно было всё, он уже это... Осознал. Да, растоптал, осознал. То есть, по его мнению, это был не совсем верный путь. Как бы. И на сердце у него, опять же, подвешенный. Висеть ему ещё долго. Ты вот не любишь, что я говорю цифры, а 12 лет, 12 лет возможно. Ты думаешь, да? Да. То есть серьёзно сидеть будет. Да. И он как будто бы и не сидит, он просто отбывает срок. Ну, так и есть. Просто отбывает срок. Сидит, отбывает срок, конечно. Но его, как ни странно, это не очень напрягает. Он принял это? Это очевидные вещи. Он просто сидит. Что он думает неправильно? Что он думает неправильно или что он думает неправильно? Что он думает неправильно, он сделал. Ну, скажем так. Потому что то, что неправильно, как будто бы знают все. Да. А вот что он сам думает, что он не принимает в итоге. Ой, это у нас девятка мечей. Он сейчас, в общем-то, волнуется только о своей жене. А она его ждёт. Она одна. Она не меняет семейное положение. А как ты читаешь здесь про жену? Ну, потому что она же одна. А это она? Она, конечно. Это же женщина. Это его женщина. Она убеждена. То, что он где сейчас находится, это как будто бы не его вина. Это не его вина. Но она ничего не может сделать. Девятка кубков. То, что здесь неправильно, он всё-таки слишком много имел для одного человека. У него было всё. Всё было. У него было всё. И не просто деньги, а невозможность. У него была власть. У него была сила. У него было всё. У него власти не было, а сила была. О, как власти не было? Он вдохновлял огромное количество людей. Власть какая-то всё равно была. А сейчас он это понимает, что это, понимаешь, он всегда ходил по лезвию ножа. Имея всё, он сейчас в подвешенном состоянии. Имея, да. Да. Что он в голове думает сейчас, что он неправильно делал? Десятка Пентаклей. Но он уже не настолько и чист. В смысле? Его разрушило его богатство. Его разрушило, он так думает. Его богатство, имея всё, он остался один. Логично? Логично. Но по-другому не прочитаешь. Восьмёрка Кубков. Для того, чтобы всё заново начать, бы он должен, бы уйти, сообразив. Он делал выводы, он просто пошёл ва-банк. Да, вернулся. Да, вернулся, он просто пошёл ва-банк. Он, в общем-то, забыл, что он может быть прикасаемый. Да, уверовал в себя слишком. Это у нас девятка бастонов. Конечно, говорить это плохо, но он там защищён. Там, где он сейчас есть, он защищён. Его трогать не будет. Но иногда он делал такие вещи, как больной на голову. Вот эти вещи. И совсем правильные. Ну как, неадекватные. Вот ему стукнуло что-то, раз, и сделал. Понимаешь, когда успех, успех, и как будто бы по накатанной. А в его случае нужно было продумать. Рассчитывать. Только каждый шаг, видя за собой, как будто бы то, что он у него уже есть, да. И вот здесь, простите. И сейчас он, хоть он и защищён, он всё равно боится. Он боится. Он стоит на страже. На страже. Он не верит, что у него есть страховка в таком подвешенном состоянии. Но она есть. Есть. Страховка, это есть. Кошмарная карта. Ну, кошмарная, ты посмотри. Что он сделал не так? Давай спросим. Что? Что Алексею? Вот, понимаешь, вот как ему надо себя вести? Как бы он себя не вёл. Он сидит в тюрьме, в четырёх стенах. И это, видимо, надолго. Как бы он себя не вёл, он ничего на данный момент не изменит. Ну, правда, мам, вот что бы он ни сделал. А какой ты задал вопрос? Что он сделал не так? Или это уже было как бы ответили? Нет, это что было плохого. Ну, да. Это вот такие излишества. Что он сделал не так? Вот по прошествию времени. Времени, да. Что он думает, что он сделал не так? Что не то, что он думает, а что он сделал не так? Что он сделал не так? Ярофант. Он был ярофантом, обучал людей. Но, видимо, не тому. Не совсем тому. Он обучал людей. И у него тогда уже были два преемника. А ты не думаешь, что он сделал не так? Он не был доучен достаточно. Не он обучал, а он не был доучен. А если он недоучен и вёл за собой? Да, ну это называется вообще ерунда. Да, здесь я согласен. Это у нас девятка Пентаклей. Он слишком быстро себя возвёл в ранг элиты. Это же элитная карта. Ну, элитная. Он себя немножко переоценил. Переоценил. Переоценил, имея всё. Надо было попридержать коней. Тройка бастонов. На тот путь, на третий, который он рассчитывал, на всякий случай страховой, он не сработал. Его просто унизили. Да-да. Его унизили без обуви. Это карта Аркан Силы. Разъезжая туда-сюда, он не набрал силу, а он растерял. И та жена, которая у него сейчас и есть, но она единственная, она ему пощряла. Ну, может, потому что он герой, но она, может быть, она так на него с придыханием смотрела. Понимаешь, нельзя никогда себе переоценивать. Особенно в таких делах. Да. Как ты говоришь, ведь он был нелегитимный. Просто он вёл каналы, что-то. Понимаешь? Ну, как каналы. Он был оппозиция, политик был. Ну, как он нелегитимный. Очень даже легитимный. Народ-то за ним шёл, верили. Понимаешь, он с властью был не на равных. Ну, да. А шёл как на равных. А шёл как на равных. Да, он здесь правильно сформулировал. Страшный суд. У него ещё впереди три суда. Ну, я думаю, там. Три суда и такие не всепрощающие. Знаешь, у него будут тянуть, тянуть, будут накидывать, накидывать, сроки за сроком. Двенадцать, двадцать. Ужасно. Там, где он сейчас находится, иногда выносят вперёд ногами. Ну, может, не иногда, но выносят. Но выносят. Этих помощников, на которых он наделся, их просто нет. Нет. Ближайшее обозримое будущее. Да, вот это интересно. Ближайшее у Алексея. Навального. Обозримое будущее. Звезда. Он настолько оптимист, он настолько верит, что он всё-таки прав. Даже сейчас он прав. Он то, что ему говорят, он отрицает. То есть он во всём прав. Он глубоко убеждённый человек. Человек, да. И он не то, что верит, а очень многие верят, что это так. Да. Народ верит. Да, да. Королева Пентакли. Это обозримое будущее. Как прочитать это? Не хватит денег, чтобы его выкупить. Ты думаешь, да? Да. У него, конечно, запасы есть. Ну, какие-то запасы, да. Вот на всякий случай. Они не помогут. Эти вещи не оплачивают. Здесь нет ни апелляции, ничего. Хоть и есть у него, да, но это не поможет. Это обозримое будущее. Пятёрка Пентакли. Он быстро сломался. Он уже свыкся с тем, что у него есть. В голове он, может быть, и думает. Нет, это мы про обозримое будущее. Это не что в голове, а что обозримое будущее. Но обозримое будущее, он уже свыкся с тем, что у него есть. Он сейчас сидит. Может быть, как ни странно, спасёт его, ну, какой-то духовник или что-то. Ну, и вот никто его не спасёт. Ну, мам, ну как ты читаешь карту эту таким образом? Это же церковь. Ну, не знаю. Не, ну, мам, читается, как нищета. Читается, как, я не знаю, проходишь мимо собственных возможностей. Он не живёт сейчас, а волочит свою вот такую жизнь, понимаешь, разрушив её и его семья. Ну, они... Ну, не, ну так оно и есть. Они свыклись. Нет, точно никакой не духовник, никак. Но я не знаю, а муж обозримое будущее? Обозримое будущее никакое. Никакое. Угнетённое, тяжёлое. Депрессивное. Да, он уже понимает, что это его будущее. То успеет так ли. И вот как прочитать? Он думает о том, что он сделал большое дело, и его же сам растоптал в ногах. Но это ближайшее будущее. В ближайшее будущее. Нет, прочитай в ближайшем будущем. Вот у мамы часто такая тема. Она задаёт вопрос, а потом она читает карту, не совсем отвечая на вопрос, не в контексте вопроса. Ты ответь на вопрос. Нет, этого ждёт в ближайшем будущем. Это не то, что он растоптал. Нет. Он думает. Ты не говоришь, что он думает. Нет, что его ждёт в ближайшем будущем. Ты задала прямой вопрос. В контексте. Но это же не просто выжил, и у него бизнес. Нет, я понимаю. Ты объясни эту карту в контексте данного вопроса. Это карта бизнеса, и это карта единовременной удачи какой-то. То есть его ждет какая-то единовременная удача? Ну, если его дальше не отправят. Не, ну мы сказали, что ждет, не если, а вот его ждет. Значит, какая-то единовременная... Она в ногах, она растоптана. Она в ногах, если бы она была на сердце. Ну, я понимаю. Понимаешь, да. Или вот здесь. А то будет какая-то маленькая возможность, у него все-таки хорошая. Лишь бы он этот дар увидел, почувствовал. Обозримое будущее. Рыцарь Пентакли. Судебная пауза. Судебная пауза. И понимаешь, он сейчас просто, ну не прожигает, а просто отсиживает. А делать нечего. И прожигает, и, можно сказать, и прожигает. Вот его будущее. Оно все застопорилось. Застопорилось, да. Давай посмотрим, можно ли ему помочь. Да, какие пути помочь ему в данной ситуации? Да, какие пути? Хороший вопрос. Что ему может помочь? Что ему может помочь? Вот в данной ситуации. Пятерка бастонов. Революция? Ему на руку только, только вот борьба бастонов. Бастоны – это вот рабочие, крестьяне. Пентакли – это купцы или, как сейчас, бизнесмены. Мечи – это знать. А купки – это такие дела сердечные, интуитивные. Ему может помочь только, только разногласие. Разногласие. Ну, это правда. Революция. Ну, мам, ну пятерка бастонов. По-другому ты не прочитаешь. Понимаешь, здесь очень молодые люди. Молодые люди и… Ему очень дороже, да? Да, да. Что ему может помочь? Императрица. Ну, может быть, жена, а может быть, мама. А мама жива? Не знаю. Ну, вот эти вот, понимаешь, и жена, и мама как будто бы, да? Они же здесь вместе. Они, в принципе, всё имеют. Он так думает. Могут они помочь, но они в плохой стороне. В плохой стороне. Они в плохой стороне. Они как будто бы недопущены вот в правильную сторону. Что ему может помочь? Двойка бастонов. Что ему могло помочь, он оттуда приехал. Хорошо. А что он может помочь? Что-то из… Может быть, его выкрадут или что-то. Он сейчас на перепуте. Если бы он был в другой стране, он бы здесь не сидел. Ну, да. Понимаешь, он немножко… То есть, прочитай карту. Вот правильно, сейчас я пытаюсь разобраться. Другая страна. Другая страна. Или какой-то обмен, может быть, или что-то. Понимаешь? Другая страна. Я не думаю, что у него одно подданство. Не знаю. Потому что у него такое хорошее перепуте. Он уже многого достиг. Стоит на вершине. А это тузыкся в ногах. Туз бастонов. Да смотри, как интересно. Ну, понимаешь, этот туз усиливает это. И как это прочитать? Ну, может быть, другие взгляды. Раньше у него были взгляды одни. А теперь, может быть, он или его вынудят принять другое положение вещей. Он может идти. Что его может спасти? Против себя. Интересно. Вот видишь? Здесь вот некоторые листочки отпали. Вот, может быть, он что-то новое придумает. Альтернативно, может быть, сотрудничество или что-то. Это один из вариантов, что его может спасти. Новое совершенно другое видение в жизни. Паш Пентакли. Он к этому, кстати, идёт. Он это понимает. Он умный человек. И его погубило зазнайство. Да, самоуверенность большая. Корону одел. Да. Ну, правда, мам. Корону. Да. А корона здесь восьмиугольная, трёхъярусная. Они же разные короны бывают. То есть он как будто бы прошёл вот эти вот первые основные шаги, вехи. Понимаешь, у него настолько бы, если бы были все такие, как он, а то у него были... Да, конечно, мам. Ну что ты? Молодых в основном он за собой вёл зажигательным. Знаешь, молодой революционер и сам же молодой, харизматичный. Его же электорат, его электорат, если так назвать, очень молодые люди, студенты, неопытные, не политики, не военные. Знаешь, обуреваемые идеи, светлые идеи революции. Понимаешь? И вот кто его электорат. И он, в принципе, оказался не революционер. Ну, по факту нет. Ну, сидит и так сидит, что не вылезти. Вот по прошествии времени у него что-то доходит, какие-то. Понимаешь? Неужели надо было вот это всё сделать, рушить себя, чтобы потом задним числом понимать? Я был в шоке. Когда, я помню, что я жил тогда в Цюрихе. Я тогда снимал его отравление. Отравление. Его вывезли из России в Германию. В Германии его поставили на ноги. И как вот, что он думал, как его арестовали по приезду? То есть, он думал, что ему всё нужно. Он на что-то рассчитывал. Он же не рассчитывал. Я сейчас сяду 25 лет в тюрьму. Он же на что-то рассчитывал другое. Но на это он точно не рассчитывал. Не рассчитывал. А переменится ли он или как будто бы будет... У меня вопрос другой. Вот ты сказала здесь интересную мысль. Поменяет мировоззрение. Пойдёт на сотрудничество. Как вот задать вопрос? Он пойдёт на сотрудничество с Кремлём? Это же первый враг Кремля. Ну, это же так. Ну, мам, по-другому никак. Против власти. Против власти, против президента. Прямо серьёзная тема. Использует ли его вратарство? Понимаешь, вопрос какой? Нет, не в этом плане. Когда посадили Протасевича самолёт в Белоруссии, он был главный редактор Нехты. Это оппозиционный телеграм-канал. И он был одним из тех инициаторов восстаний в Белоруссии. Всё. Когда посадили самолёт, ему грозила чуть ли не вышка. И буквально не прошло и месяца. Полностью взял сторону президентского дворца. Полностью стал вещать в Белоруссии позицию Лукашенко. Мне начали говорить, он молодой, ему там наугрожали. Неважно. Цыплят читают по осени. Он стал полностью рупором Лукашенко. Полностью. То есть пошёл максимально на все 100% сотрудничество с президентом Белоруссии. У меня вопрос. Повторит ли он судьбу Протасевича? Потому что здесь сказал интересную мысль, о которой я не думал. Вообще, реально ли такое? Он пойдёт на сотрудничество. И будет играть по правилам. На сделку. На сделку, да, с Кремлём. Ну, получается так. Луна. Конечно, считает это неправильно. Но, возможно, пойдёт. То, что сейчас он мечется пойти, не пойти, или вообще назад подпятится от того, откуда он вышел. Лесница. Ты посмотри, какое интересное. Я думаю, он пойдёт. Да, вот у него, он на распуте, 100%. Чёрное, белое. И он управляет. Им управляет. Нет, он управляет, я думаю. Вот если он это всё-таки примет, такое решение, что белое с чёрным. То есть, когда они идут, их надо, понимаешь, если он сможет удержать вот этот баланс, но он пройдёт столько проверок, год ещё проверок, но здесь будут спекулировать мамой и женой. Мамой и женой, конечно, конечно, однозначно. Жёстко. Жёстко. Но он может пойти. А потому что делать нечего. А потому что иначе будет сидеть 12 лет или больше, или дольше. Или ногами вперёд вынесут. Королева кубков. Он стал намного мягче, намного сговорчивее, намного дипломатичнее. Не стал таким резким оппозиционером. Он характер сменил. Сменил, может быть, гнев на милость. Сейчас нам опять прилетит, как нам занёс Кребу. Паш Бастонов. А это единственная, может быть, возможность. В его мыслях его должно зацепить, чтобы пошёл... А я думаю, ему 100% предлагали. Я думаю, 100% вам предлагали. Это у нас восьмёрка Пентакли. Эта карта... Часто у некоторых торологов читается, что человек в тюрьме делает однообразную работу. Это карта тюрьмы. Тюрьмы, да. Я слышал такое, да. Однообразная работа. Ну, конечно, там сидеть, может быть, чуть сметь ракурс. Нам никто не заносил, ребят. Ну, мам, звучит как кремлёвская... Кремлёвская руэта. Понимаешь, здесь нельзя угождать всем. О себе думать надо в данном случае. То есть я должна читать правильно карты. А кто как вас воспринят? А в такие острые моменты, когда мы обсуждаем политиков, здесь никогда не может быть какой-то срединной позиции. Или за, или против. Или вы продались, или вас купили. Или нас купил Киев, или нас купила Москва. А когда я вижу вот такие вот негативные вещи в комментариях, ну, это хуже, чем дилетанты. Это на эмоциях. Это люди пишут на эмоциях. Они слышат не то, что они хотят слышать вам. А гадать нужно непредвзято с холодным сердцем. Конечно. И чем закончится в итоге? Какой будет итог у Алексея Навального с эпопеей, с тюрьмой? Какой его ждёт итог? Будет сидеть? Или он быстро выйдет? Или он отдаст Богу душу? Я не знаю, всякие, все живые люди, мам, да? Какой итог? Какой итог его ждёт? Вот в ближайшие, знаешь, какой, скажем так, в ближайшие пять лет? Вот что его ждёт? А может быть два года? А может быть два года? Два года здесь, понимаешь? Здесь у него выбор. Двойка Пентакли. Это очень интересная карта. Между двумя незначительными, но равными величинами. У него такие уже были пробы отравления, да? Нет, он опять пошёл, убедился. А теперь он думает, вот так сыграть или нет. Но если он что-то примет, он так и будет ходить по кругу, уже не пытаясь что-то там. И изменить. Король кубков у нас. Они сыграют на материне и жене только это его сподвигнет. Любовь к двум женщинам. Дети это понятно. Дети понятно. Дети это понятно. Вот что его ждёт? Десятка кубков. Если он примет вот такое предложение, и если ему это сделают предложение, то он опять вернётся в семью. У него двое деток. Я не знаю. Двое, наверное. То есть, так они уже взрослые. Взрослые. Король мечей. Но здесь надо решить раз и навсегда. Рубануть с плеча. Ну так. Ужасный. Ужасный. Вообще расклад ужасный. Нет. Он очень логичный. Он логичный. Ты понимаешь, ситуация, и уж ситуация ужасного человека. А больших-то страстей здесь нет. Кроме башни? Которую сам себя разрушит. Ну так это же самая страшная страсть. Ой, дьявол, ребята. А мне кажется, он пойдёт на сделку с дьяволом. А я думаю, не пойдёт. Почему? Он очень убеждённый человек. А почему дьявол на сердце? Что бы он не принял, сидя в тюрьме и работая, всё равно это будет дьявольщина. Или то, или то. Или то. Это всё равно. И я согласен. Здесь нет правильного решения в данной ситуации. Здесь или там дьявол, или здесь. А здесь это всё одно. Да, мам. Здесь я очень с тобой согласен. Здесь третьего пути нет. А давай спросим, что это за... Дьявол. Что его так... Нажмите на паузу и напишите, что за дьявол. Что его так обуревает? Это четвёрка кубков. Это дети, мам. Это дети. Он думает много о семье сейчас. Он очень много думает о семье. Не о чём думать, потому что идеи все растоптаны. А понимаешь, интересно, что идеи растоптаны. Последователи есть, но последователи уже не его, а последователи его идей. Они несут дальше как-то в массу его вот зажжённый факел, а его-то начинают подзабывать, потому что он на данный момент, сидя в тюрьме, он не играет большую роль. Они стали безликие. Без лидера. Без лидера и безликие. Двойка мечей. Для того, чтобы он всё-таки согласился, он просто наденет маску. Это сложный выбор. Сядет к проблеме спиной, как есть, так и есть, надев маску. Его настоящего лица так и не увидит. Он будет играть, а выхода нет. Выхода нет, а у него, он в углу, он в углу, мама. И будет это срочно. Это у нас пять, шесть, семь, восемь. Восьмёрка, бастон. А возможно, такие разговоры уже идут. Идут. Я думаю, идут. Я думаю, идут. Они просто не оглашаются, видишь, ни одного человека, да? И закончится это всё десяткой мечей. Какой ужасный расклад. Или он таким образом хочет закончить вот это всё. Десятка мечей – это плохо, но начало потом уже хорошего. Это смерть. А здесь смерть и нет. Нет, я говорю, это смерть. Начало заканчивается одно начало. Или ему, или идея. Это большое предательство, сынок. Здесь мечей в спину, конечно. И он временно обездвижен. Да не временно, он убит. Давай на десятку положим. Правится он от этого. Король бастон. Знаешь, его будут держать до тех пор, пока он не изменит своё мировоззрение. Кто его посадил, тот и ждёт его. Но это же тоже будет фурор. Это будет второй Протасевич, ноженный на стоп. Если это случится. Шантажируйте его. Я думаю, его держат там за грудки. А иначе не может быть. А иначе быть не может при сегодняшней власти, при сегодняшней ситуации. Мам, за меньшее люди. А там ты поднимал пул страны. Выходили... А немножко меньше. Какой Лукашенко. Вот дядьку посадили на семь лет, сказал, давайте помянем падших украинцев. Семь лет депутату. Кто посадил, тот может. И освободит только один человек. Вот такое вот кошмарное гадание на господина Алексея Навального. Нам всегда очень интересно послушать мнение практикующих тарологов. Как бы вы прочитали. Не просто я не согласна с гаданием. Вы не правы. Или вы очень правы. Вы аргументируете. Интересно слушать практикующих тарологов. Вы аргументируете, какую карту или связку карт мы прочитали, как вы считаете неправильно. Поэтому нам очень интересно послушать ваше мнение. Как бы вы прочитали, что мы сказали так, а что нет. Интересное, сложное гадание. Спасибо всем за внимание. Повторюсь, у кого есть вопросы к маме, ассистент Екатерина всегда на связи. Ссылка на ее телеграмм на связь в описании. Подписывайтесь. Каждую субботу у нас здесь гадание на интересных людей. Кстати, у меня есть мой второй канал, где сплетни новости обо всем. Самое горячее. Ежедневно выходит. Ссылка будет тоже в описании к этому ролику. Спасибо всем за внимание. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся. И не забывайте про лайки. Скажи лайки. Оставьте лайки. Обязательно подписывайтесь. И увидимся в следующую субботу. Всем пока. До свидания.